Дом был покинут в спешке. Дом был покинут в спешке. Видишь ли, они разговаривали с Ильясом, а не его поклонницы, потому что он чемпион. И побить их нельзя. Так и подмывает, уволится и выбить им все зубы. Вот тогда посмотрим, что они скажут. Позволь, я тоже поговорю с ними. Я знаю, как смогу убедить их. Я спрошу у комиссара. Ладно, ладно, ступай и спроси. Сделаем все, что нужно. У нас уже нет вариантов. Они были последней надеждой. Что-то не так. Смотри, береговая охрана постоянно патрулирует. Можно забыть про лодку, которую я нанял. Из-за них мы не сядем ни в какую лодку. Мы должны спрятаться. Наверное, они нашли врача. Ты сгубила нас, няня. Мы не сможем спрятаться с ребенком. Он будет плакать. Оставим ребенка с твоей матерью, а самим поднимемся в лес. Утром посмотрим. Няня, мы придумаем другой план. Придем и заберем вас. Ты иди с ребенком в старушку, Акифа, ясно? И не позволяй ему плакать. Пусть он не плачет. Пошли, Акиф. Послушай, и чтобы без глупостей. Я прикончу и тебя, и твоего сына. Если меня поймают, у меня есть куча людей, которые прикончат его как собаку. Запомни это. Мы не можем найти. Они не могут напасть на след. Я больше никогда не увижу сына. Осия, милая, перестань. Прошу тебя. Салиха, хватит. Оставь меня. Хватит. Я хочу умереть, чтобы избавиться от этих страданий. Я не могу так больше. Осия. 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 Я больше не могу так. Осия, успеши. Успокойся. Это невыносимо. Осия, вставай. Вставай, вставай. Осия. Осия, успокойся. Выслушай меня. Ты причиняешь себе вред. Мне тоже плохо, но я держу тебя в руках. Пожалуйста, ты тоже крепись. Слышишь? Держись, прошу тебя. Ильяс, как ты можешь быть таким спокойным? Хорошо, злись на меня. Матерись, обвиняй. Но не забудь, что я страдаю не меньше, чем ты, Осия. Скорее, Фелис. Скорее, Фелис. Скорее, поторопись, Фелис. Послушайте, я пытаюсь помочь вам. Единственное, что я прошу вас сделать, это сказать, кто нанял вас. Вы еще очень молоды. И у вас нет судимости. Если вы поможете поймать похитителей, я поговорю с прокурором и помогу вам избежать уголовной ответственности. Я даю вам слово. Единственное, что я прошу вас сделать, это опознать людей по фотографиям из досье. Если вы не согласитесь помочь нам, вы будете сидеть в тюрьме, пока ваше дело будет рассматриваться в суде месяцы или даже годы. Плюс преступления, которые вы совершили в Стамбуле. Но если вы посодействуете следствию, я скажу, что вы пришли с повинной, и вы сможете уйти, избежав наказания. Что скажете? Вашим делом займется самое лучшее адвокатское бюро в Стамбуле. Это они помогли найти вас. А почему? Потому что они очень сильные адвокаты. Я тоже там работаю. Мы спасем вас. Имя человека, который нанял нас, Акиф, как его фамилия. Я не знаю, он не сказал. Он связался с нами по телефону. Мы видели его только пару часов. Нам нужно было только отвлечь Ильяса. Мы не знали, что похитят ребенка. Он заплатил нам деньги и все. К тому же нас это не касается. Мы не похищали. Хорошо, вы можете описать его. Среднего роста, смоглый. У него нет особых примет. Обычный молодой человек. Хорошо. Мы вам покажем некоторые фотографии. Может, вы сможете опознать кого-то? Давайте пройдем в кабинет обработки данных. Как же долго это тянется. Они должны осмотреть тысячи фотографий рецидивистов. А еще должны соизворить признаться. Но они притворяются, я знаю. Жаль, что я связан по рукам и ногам. Суна, зайди в кабинет. Девушки показывают на одного человека. Ты же знаешь окружение Хелин? Да, конечно. Давний рецидивист. Конечно, он представлялся девушкам иначе. А еще один из них пытался похитить меня. Который приходил ко мне в офис и угрожал мне. Что? Идем. Стой, стой. Я тоже взгляну на него. Погоди, прошу тебя. Девушки только начали говорить. Они все еще колеблются. Их нельзя спугнуть. Сиди здесь. Ильяс, кажется, девушки заговорили. Они кого-то опознали. Всевышний, помоги нам, наконец. Да, Зафер. Есть новости? Отец, кажется, есть. Приезжай в участок. Хорошо. Ладно, я уже еду. Сехер. Сехер, я поехал. Он сбежал пять лет назад, когда его везли в суд. Он в бегах. Был осужден за вооруженное нападение. Это он, он. Это сами. Сын няни Хелин Азиме. Но он представился как Акиф. Хорошо. Где сейчас эта нянька? Она поселилась на острове. Она уже давно не объявлялась. Хелин купила ей дом. Она очень любит свою няню. Ее сын преступник, точно. Но я не помню название острова. Она никогда при мне не говорила об этом. Или говорила, но я не помню. Я не знаю, не помню. Не помню. И чтобы без глупостей, я прикончу и тебя, и твоего сына. Если меня поймают, у меня есть куча людей, которые прикончат его, как собаку. Во-первых, оповестите острова и местные жандармерии. Так точно, комендант. Цуна, ты должна вспомнить, что это за остров. Ты должна вспомнить. Если понадобится, мы осмотрим каждый островок. Может, у тебя возникнет какая-нибудь ассоциация. Хорошо, посмотрим. Посмотрим в интернете. Комиссар, прошу. Готово. Я достал рыбацкую лодку. Через полчаса он подгонит ее к бухте и отвезет нас в город. Как только мы сделаем ноги, там у нас будет больше возможностей. На суше прятаться гораздо проще, чем на острове. Я пойду и заберу маму с ребенком, а ты придешь той тропинкой. Бежим! Вы окружены. Немедленно выходите с поднятыми руками. Комендант, они были здесь, но сбежали. Обыщите всю округу. Загляните под каждый куст. Поднимите каждый камень. Они могли оставить или спрятать ребенка. Бежим туда. Скорее. Да. Все ясно. Их местоположение установлено. Жандармы ведут поиски с самой ночи. Они ударили одного врача. Ребенка принесла в медпункт женщина. Попросила его осмотреть. А потом... Зачем его носили в медпункт? Что с ним? Мимо заболел, Ильяс. Асия, не паникуй. Ильяс, Мимо! Асия, тише, успокойся. Видишь, наш сын нашелся. Все хорошо. Не волнуйся, Асия. Не паникуй, слышишь? Наш сын нашелся. Асия. Зафер, сделайте что-нибудь. Асия. Вы окружены. Бежать вам некуда. Сдавайтесь. Сдавайтесь. Это последнее предупреждение. Чтоб тебя. Мы в ловушке. Выходи. Выходи. Вперед, вперед. Вперед. Быстрее. Быстрее. Их нашли. Они нашли Хелин и Акифа. Комиссар, как мой сын? Он в порядке? А пожилой женщине и ребенке пока ничего не известно. Но их найдут, не волнуйтесь. Как это нет? Зафер, сынок. Подгони машину. Отвезем Асия. Мимо не найдется. Дочка, дочка. Отвезем ее домой. Я больше не увижу сына. Не говори так. Все хорошо, все хорошо, дочка. Тише, тише, не волнуйся. Мой сыночек. Мой сынок. Идем, милая, идем, идем. Асия немного осталась. Он не найдется. Она увезла моего сына. Я ни о чем не знаю. Позвонила эта женщина, попросила помощи. Я пришел к ней. Приехали жандармы. Никакого ребенка я не видел. Он меня похитил. Я буду жаловаться. Он говорил о выкупе, о каких-то деньгах. Это он похитил ребенка. Я ни в чем не виновата. Вы нас достали за эти сутки. Вся страна стоит на ушах. Я не могу с ними справиться. Целая армия разыскивает на суше, на море и в воздухе. Куда она могла подеваться на маленьком острове? Говорите, где ребенок. Он меня похитил. Я буду жаловаться. Не видел я никакого ребенка. Сыночек, а если она убила моего сына и где-нибудь выбросила? Дочка, она так не поступит. Не сможет так поступить. Я в людях разбираюсь. Эта женщина не убийца. Поверь мне. Знаешь, сколько я видел таких на своем веку? Тогда где мой сын, папа? Почему мы все еще не можем найти Мимо? Ладно, представим, что она отпустила ребенка. Но что он будет делать совсем один в той гуше? Он умрет от холода и голода. Закрой рот. Ты хочешь убить сестру? С ребенком няня, которая разбирается в детях. Она заботится о нем. Понятно? Папа, прошу вас, найдите Мимо. Папа, прошу тебя. Я так больше не могу. Папа, умоляю, найдите моего ребенка. Не плачь, деточка. Все образуется. Мы все распутали. Все. Но мы никак не могли рассчитать, как работает мозг этой сумасшедшей. Не исключено, что поняв, что ее поймали, она убила ребенка. И бросила его где-нибудь. Найдем через пару дней. Это все из-за меня. Все из-за меня. Лучше бы я рассказала о происшествии с Фелис. Ребенок погиб. Честное слово. Он погиб. Замолчите, замолчите. Я вот-вот сойду с ума. Лишусь рассудка. Хватит нести чушь. Довольно. Фелис, ступай переодеваться или что там еще нужно. Поскорее поедем в полицейский участок. Того типа с Хелин уже привезли. Скорее, Фелис. Кто это с утра пораньше с незнакомым номером? Ответь. Ответь же. Слушаю. Алло. Няня Зиме? Да. Где ты? Ясно. Хорошо, я приеду туда. Ладно. Что случилось? Что она говорит? Говорит, я увезла ребенка с острова. Приезжай, я отдам тебе его. Говорит, приходи в кафе, что напротив парома. Если я увижу полицейских, я не отдам ребенка. Я не приду туда. Она отдаст мне ребенка, а потом сразу исчезнет. Нет, нет, ни в коем случае. Не смей, не смей, ни в коем случае. Мы не можем рисковать. Никто никому не позвонит. Никто никому не позвонит, пока мы не заберем Мимо целым и невредимым. Ни в коем случае. Мне нет дела до женщины. Пусть уезжает, делает что хочет, сбегает, катится к черту. Нам пора, едем. Никто никому не станет звонить. Фелис, скорее. Поехали. Она говорит, что отдаст Мимо. Она говорит, что отдаст Мимо. Мы сейчас поедем к маме. Милый, все позади. Все хорошо. Не плачь. Все позади. Тише, тише. Мимо, малыш. Малыш, Мимо. Радость моя. Как хорошо. Какое счастье. С ним все хорошо. Он цел и невредим. Сынок. Как я рада. Мехмитик. Не с места. Не с места. Полиция. Отдайте мне ребенка. И без глупостей. Прошу вас. Фелис, что происходит? В чем дело? Не оказывайте сопротивления. Отдайте ребенка. Да, Зафер. Что? Что? Хорошо, ясно. Ясно. Осие. Осие. Мехмед нашелся. Что? Да ты что? Они нашли Мимо? Всевышний, спасибо тебе. Ильяс, выпей кофе. Сбодрись немного, прошу тебя. Найдите няню. Женщина убегает. Найдите ее. И поймете, что произошло. Ильяс, получай сына. Мехмед, малыш. Они похитили его. Мы поймали их с паричным. Сынок. Мехмед. 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 Продолжение следует...